Неделя началась очень интересно с интриги TWICE. TWICE выпустили загадочный постер, который намекает на второй сольный дебют. В июне прошлого года Найон стала первой участницей TWICE, которая дебютировала сольно. Найон выпустила альбом I'm Nayon, ну и клип на заглавный трек PAP. Кстати, PAP это офигенная хитовая летняя песня, поэтому для летнего настроения обязательно переслушайте соло Найон. Ну что ж, настало время для второго сольного дебюта у TWICE. Но на первом постере TWICE не сказали нам, а кто же станет второй участницей, которая дебютирует сольно. Было только название проекта Killing Me Good и дата релиза. Ну дата это слишком громко сказано, месяц релиза, август. Точной даты пока что нету. Ну и этот постер фанаты TWICE да и весь кип-поп фандом приняли как вызов. А угадай, кто же это из участниц TWICE. Фанаты начали строить кучу теорий, но самое распространенное стало о том, что это будет соло Джихё. Потому что Джихё недавно показывала вот такой вот маникюр и точно такой же маникюр появился на тизер-постере. И вот спустя несколько дней JYP Entertainment совместно с TWICE выпускают постер, на котором мы уже видим Джихё. И да, фанаты были правы, не угадали. Это будет соло Джихё. Очень жду его релиза, потому что соло на YON мне очень понравилось. И я думаю, что соло Джихё тоже будет очень крутым. А какой концепт от соло Джихё вы ждете? Делитесь своим мнением. JYP Entertainment это у нас большая компания. Конечно же, у них есть не только группа TWICE, у них еще есть большое количество групп. И одна из их групп до сих пор не сделала камбэк в этом году. Идзи – одна из моих самых любимых кей-поп-групп. Очень жду их камбэк. И наконец-то на этой неделе появились первые намёки о камбэке девочек. И по инсайдерской информации, Идзи должны выпустить новый полноформатный альбом уже в июле этого года. И тут становится такой вопрос, интересно, это будет японский альбом или же корейский? Казалось бы, по всем догадкам, скорее всего, должен быть корейский. Но на недавнем концерте в Японии Идзи делали заявление о том, что нескоро выпустят японский альбом. Но при этом другие инсайдеры утверждали о том, что японский альбом должен выйти осенью. Так что сейчас есть очень много инсайдерской информации, непонятно кому верить, кому не верить. Но вот этот факт о том, что Идзи должны выпустить полноформатный альбом уже в июле этого года, очень похож на правду. Корейский это будет или японский релиз, пока что непонятно. Но я думаю, что в ближайшие дни JYP Entertainment уже сделает какое-то заявление, потому что JYP, я думаю, вы замечали, они любят такие прогревы к камбэку, которые длятся около месяца. Ну а сейчас у нас уже десятые числа июня, так что я думаю, в ближайшие дни мы получим первый тизер постеры от Идзи. Очень жду их камбэк, потому что эта группа одна из моих самых любимых в кей-поп. Еджи и Рюджин из Идзи. Это прям мега кей-поп коллаб. В прошлом году девушки выпускали хореографию для трека Биби Рекса Break My Heart Myself для канала студия Шум в рамках проекта Mix Max. И на этой неделе это выступление достигло 50 миллионов просмотров на YouTube. Просто вдумайтесь в эту цифру. 50 миллионов. Это очень много, ну и это безусловно заслужено. Во-первых, совместная работа Еджи и Рюджин это уже круто. Ну и посмотрите выступление. Оно очень крутое. Девушки офигенно работают в тандеме. Кстати, хочется сказать, что после релиза этого хореографии девушки даже сделали ремикс совместно с Биби Рекса на этот трек Break My Heart Myself. Видимо, собой Биби Рекса настолько понравилась их хореография, что она решила сделать даже совместную песню с девочками. Кстати, у них даже было совместное выступление на фестивале K-SON LA 2022. BTS выпустили новую песню в полном составе. Все, это главная кип-поп новость этой недели, это главная кип-поп новость этого месяца. Я думаю, вы помните, что Hype Labels и BTS сделали заявление о том, что они не выпустят ни одной песни в полном составе аж до 2025 года. Правда, потом у нас вышел саундтрек к одному из мультфильмов, но тут-то BTS уже и сказали, все, это уж точно последняя песня до 2025 года. Но никогда не говори никогда. На этой неделе вышла песня Take Two от группы BTS в полном составе. Конечно, эта песня не прям уж камбэк BTS, эта песня стала частью проекта BTS FESTA 2023 к десятилетию группы. На самом деле, релиз песни Take Two стал довольно неожиданным для меня и, можно сказать, очень радостным, потому что, знаете, вот такие бывают события, которые ты не ожидаешь, и вдруг они происходят, и это тебя реально радует. В общем, песня Take Two прикольная, интересная, ну и BTS решили посвятить эту песню фанатам. Дженни покоряет Голливуд и Марвел. Недавно вышел сериал HBO The Idol, где Дженни дебютировала как актриса. Конечно, ее роль и сам сериал получил неоднозначную реакцию, но в целом фанатам понравилось, и фанаты еще бы хотели увидеть Дженни как актрису. И вот на этой неделе появляются слухи о том, что она может присоединиться к киновселенной Марвел. По слухам, Марвел подумывает о создании серии фильмов или же сериала команды агентов Атласа. Если это будет правдой и проект все-таки получит зеленый свет, то это станет первая азиатская супергеройская команда у Марвел. И по слухам ведутся переговоры о том, что Дженни может сыграть персонажа Луна Сноу. Это будет очень круто, если Дженни появится в каком-то фильме Марвел, потому что Марвел это огромная киновселенная, которая популярна по всему миру. Но если Дженни появится здесь, то это будет огромный скачок для Дженни, для группы Blackpink, да и для всего K-pop. Недавно Blackpink выпустили первую официальную мобильную игру BPDG. И на этой неделе YG сделали официальное заявление о том, что игру скачали более трех миллионов раз по всему миру. Это очень крутой результат. Лалиса из Blackpink может сделать коллапс Victoria's Secret. Недавно Лиса сходила в магазин бренда в Таиланде. И фанаты начали из-за этого строить теорию о том, что Лиса может сделать коллапс этим брендом. И один из фанатов решил в комментариях у Victoria's Secret задать такой вопрос. А коллапс с Лисой это возможность или просто мечта? Ну и Victoria's Secret решили креативно ответить на этот комментарий. Они написали, мы на седьмом небе от счастья. То есть, вроде как они не сказали да, но как будто бы сказали да. Так что, возможно, в ближайшее время Алиса станет амбассадором Victoria's Secret, ну или как минимум поучаствует в рекламной кампании этого бренда. Эта неделя для фанатов Baby Monster была очень насыщенная. Дело в том, что Baby Monster прилетели в Таиланд полным составом группы. Их видели на пляже, в бутиках разных магазинах и даже в традиционных тайских нарядах. Что Baby Monster делали в Таиланде до сих пор непонятно. Да и Вэйджи не сделали никаких заявлений. Но некоторые фанаты построили теорию о том, что, возможно, Baby Monster снимали клип. Ну, потому что у Кипо Пайтолов стало очень модно снимать в клипы Таиланде. Клип серафим Unforgiven был снят в Таиланде, новый клип Шуги тоже был снят в Таиланде. Так что, возможно, Baby Monster реально снимали клип. Ну или же в Таиланде они просто решили отдохнуть. Точного заявления еще не было. Но уже сейчас девушки вернулись в Южную Корею. И лично я строю теорию о том, что, возможно, прямо сейчас начнется активная подготовка к дебюту. И я надеюсь, что в ближайшие дни, возможно, или в ближайшие недели, мы получим первый тизер-постер к дебюту группы. А группа TXT готовится к своему возвращению. Еще в январе этого года парни выпустили новый альбом и клип на заглавный трек Sugar Rush Ride. Потом они рванули в мировое турне. Ну и, конечно же, в это время у них не было времени выпускать новую музыку. Но на этой неделе появились заявления о том, что TXT выпустят новый трек уже в июле этого года. И также по сети пробежались слухи о том, что, возможно, этот трек станет пререлизом к альбому, который, возможно, выйдет в августе. Но вот эту информацию компания группы решила пока что не подтверждать. Компания подтвердила только сингл в июле. Кстати, уже появились слухи о том, что этот сингл, возможно, спродюсирует Райан Тедер, участник группы One Republic. Потому что Бан Шихёк недавно выставлял фотографию Райана Тедера и группы TXT. Ну и сам Райан Тедер недавно появлялся на концерте группы TXT. Ну и плюс, Райан Тедер уже проявлял интерес к кей-попу, он уже писал музыку для Blackpink, для Twice. И, возможно, в ближайшее время к его послужному списку добавится еще и TXT. Вообще, Райан Тедер это очень талантливый человек, который уже писал музыку для группы One Republic, и для Blackpink, и для Twice, и для Adele, и для Taylor Swift, и даже для Арианы Гранде. В общем, написал очень большое количество популярных треков. У меня на канале даже есть видео, в котором я рассказываю, какие же треки написал Райан Тедер. Обязательно его посмотрите. Вы будете удивлены, но большинство популярных треков написал этот человек. Psy Coming Back. Легенда кей-поп возвращается. В прошлом году он сотряс всю кей-поп-индустрию, выпустив новый альбом и клип на заглавный трек ZZ. Но, видимо, он сейчас подумал, что прошло уже довольно много времени, может, кто-то уже его и подзабыл. Нужно вновь вернуться в чарты и в сердца кей-поп-фанатов. Поэтому 19 июня Psy выпустит новый трек. Вот первый тизер-постер для этого релиза. От этого тизер-постера веет вайбами клипов Gangnam Style и Gentleman. Кто знает, возможно, мы получим что-то похожее на те клипы. Группа Zero Base One, сформированная благодаря шоу на выживание Boys Planet, наконец-то объявили дату дебюта. Уже 10 июля парни выпустят дебютный мини-альбом Youth in the Shade. Ждете дебют парней? Будете следить за группой? Делитесь своим мнением в комментариях. А Mnet решили раскручивать Zero Base One еще до дебюта. На этой неделе Mnet объявили о запуске реалити-шоу Camp Zero Base One. Его первый эпизод выйдет 22 июня. Забавно, дебют группы будет только 10 июля, а реалити-шоу начнет выходить еще с 22 июня. Camp Zero Base One это, конечно же, не единственное реалити-шоу у Mnet, потому что это очень большая компания, и они не могут себе позволить делать одно реалити-шоу. В скором времени запустится новое реалити-шоу Queendom Puzzle. В нем примут участие девушки, которые уже дебютировали в кей-поп-группах. Они будут состязаться, и в финале шоу сформируется новая проектная группа. И на этой неделе Mnet выпустили официальный саундтрек, который называется Rise Up, и в записи которого приняли все участницы шоу. Кстати, первый эпизод этого реалити-шоу выйдет 13 июня. Будете смотреть это шоу? Тейон из NCT выпустил дебютный сольный мини-альбом и клип на заглавный трек Sha La La La. Это офигенная песня, у нее получился такой прикольный концепт. В общем, если еще не послушали новинку, обязательно послушайте. Группа Enhapen стали амбассадорами бренда Prada. Недавно Enhapen появлялись на фэшн-шоу Prada в Милане, и, видимо, бренду настолько понравилось, как парни представляют Prada, что они решили назначить их официальными амбассадорами бренда в Южной Корее. Кстати, скоро Enhapen стартует их мировой тур, так что, возможно, Prada сделает для них эксклюзивную одежду специально для мирового тура. Певица AYU стала амбассадором Dominos Pizza Korea. Это прикольное сотрудничество, и, я думаю, его надолго запомнят кей-поп-фанаты. Группа Mamamoo объявили о выпуске документального фильма Mamamoo My Counts The Movie. Этот фильм изначально будет эксклюзивно показан в кинотеатрах CGV, а позже, уже в августе этого года, будет показан в кинотеатрах по всему миру. Сообщается, что фильм будет длиться два часа. Я хоть и не являюсь особым фанатом этой группы, но я обожаю документальные фильмы про музыкальных артистов, поэтому очень жду выпуска этого фильма. Фестиваль K-SON LA объявили состав артистов, которые посетят их фестиваль в этом году. Среди них Idzy, Everglow, 5050, WayV, G-IDAL, ATEEZ, IVE, XG и еще большое количество популярных кей-поп-артистов. Этот фестиваль просто стал огромнейшим фестивалем, который привлекает самых топовых кей-поп-артистов. Вот такая вот кей-поп-неделька. Пишите, какая новость вам больше всего понравилась, какая запомнилась. Я считаю, что самая важная новость этой недели – это песня BTS Take Two, а самая прикольная новость этой недели – это, конечно же, соло Джихё и то, как фанаты TWICE пытались угадать, а кто же станет второй участницей TWICE, которая дебютирует сольно. Напоминаю про свой телеграм-канал, в котором я рассказываю про все самые важные кей-поп-события. Ссылка на телегу в описании этого видео, обязательно подписывайтесь. Ну и, конечно же, если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, так YouTube поймет, что это видео нужно рекомендовать другим пользователям. Продолжение следует...